Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Риск понести уголовное наказание за повторное управление машиной в нетрезвом виде россиян по большому счету не пугает. По данным Генеральной прокуратуры, за два с лишним года действия нормы она была применена в отношении почти что 170 тысяч наших соотечественников. Чаще всего пьяные рецидивы допускали водители в Приволжском федеральном округе и Сибири. Меньше всего таких нарушителей в Чечне и Ингушетии. Трасса 101 Легковые автомобили с двигателем мощностью более 200 лошадиных сил могут заметно подорожать. Правительство страны собирается повысить акцизы на такие машины, которые обязаны оплачивать их производители или импортеры. Власти тем самым планируют изыскать дополнительно почти 14 миллиардов рублей. Отмечу, что спрос на мощные авто в нашей стране немалый. Ежегодно они расходятся тиражом в несколько десятков тысяч штук. Трасса 101 До конца этого года лимит выплаты по европротоколу увеличится с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Кроме того, упрощенный порядок оформления распространят на аварии с участием не только двух, но и более автомобилей. Плюс должно появиться мобильное приложение, позволяющее быстро передать данные о незначительном ДТП в страховую компанию. Автоваз озвучил стоимость двух своих новинок. Универсала Лада Веста и его внедорожной версии SW Cross, продажа которых начнется ориентировочно в конце октября. Первый будет стоить минимум 639 тысяч, второй минимум 775 тысяч 900 рублей. В базовой версии машины получат бензиновый двигатель объемом 1,6 мощностью 106 лошадиных сил. Мотор 1,8 мощностью 122 лошади предусмотрен в более дорогих комплектациях. Коробка, пятиступенчатая механика, либо пятидиапазонный автомат. В списке опций боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла, климат-контроль, датчик дождя и света, камера заднего вида, мультимедиа с навигацией и так далее. ТРАССА 101 Рено Дастер вернул себе звание самого покупаемого в России внедорожника, нового. Хёнде Крета, по данным агентства Автостад, занимает сейчас вторую строчку. На третьем месте Лада Икс Рэй. Также в пятерке лидеров Тойота РАВ4 и Рено Каптюр. В целом, за 8 месяцев этого года спрос на свежие кроссоверы в нашей стране вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 на 25%. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101